На самом деле нет определенных правил по воспитанию ребенка, подходящие на все случаи жизни. Каждый ребенок индивидуален, правил нет, зато есть некоторые вещи, противопоказанные в момент общения с детьми. Если вы хотите воспитать самодисциплинированного ребенка, в первую очередь развивайте его самосознание. Стремитесь, чтобы ребенок сумел воспринять самого себя с положительной стороны. При этом следует избегать всех негативных факторов, разрушающих положительный образ. Но, зачастую, даже терпеливые родители, находясь в расстройстве, думают, что им можно пользоваться даже недозволенным мерам. Хотя многие этих правил даже не знают, я предлагаю познакомить родителей с десяти запретами в общении с ребенком. Советую принять их к сведению, и постараться не использовать в своих действиях. Не угрожай. Вам знакомы такие фразы. Ты у меня сейчас получишь. Если ты еще раз раскидаешь игрушки, я тебя заставлю их прибирать. Запомните, что каждый раз, когда вы так говорите, вы учите ребенка ненавидеть вас и бояться. Угрожать ребенку бесполезно. От этого поведения не станет лучше. Не унижай ребенка. А с такими фразами встречались? Ты лучше ничего не придумал? Ты чем думал? Что головы нет на плечах? Произнося эти или подобные фразы, вы разрушаете положительный образ дочери или сына. Не вымогая обещаний. Вам должно быть знакомо, ребенок что-то натворил, и мама ему говорит, обещай, что никогда больше так не будешь делать. В ответ, конечно, слышит обещание. А спустя полчаса ребенок снова все повторяет. Как следствие, мама расстроена и обижена на ребенка, ведь ты мне обещал. Вы должны знать, что обещание для ребенка ничего не значит. Если ребенок в зависимости от типа темперамента, совестлив и чувствителен, то данные обещания будут развивать в нем чувство вины. К тому же будет вырабатывать социнизм. Говорить одно, а делать можно совсем другое. Не опекая излишне. Излишняя опека со стороны взрослых приучает ребенка к мысли, что он ничего не может делать самостоятельно. Родители недооценивают возможности ребенка. Примите для себя следующие слова, как девиз. Никогда не делать за ребенка тех дел, которые он может сам сделать. Не требуя незамедлительного повиновения. Представьте, что муж говорит вам, скорее, брось все свои дела и сейчас же приготовь мне кофе. Вряд ли вам это понравится. Так же и с ребенком. Ему не нравится, когда от него требуют немедленно выполнить что-либо. Лучше использовать такие фразы, минут через 10 пойдем обедать. Так ребенок постарается поскорее закончить свое дело. Не потакая ребенку. Вседозволенность не есть хорошо. Дети хорошо чувствуют, когда им все разрешают. Они считают, что правило подобно резине, имеет свойство растягиваться. Если вы будете все время потакать прихотем ребенка, он вырастет человеком, не приспособленным к жизни. Будь последователем. Нельзя говорить, что в субботу ребенку можно раскидывать вещи, а в понедельник нельзя. Детям нужна последовательность в ваших требованиях. Ребенок должен знать, чего от него ждут. А вот беспорядочные разрешения и запреты не способствуют этому. Не требуй того, что ребенок не может сделать, в силу своего возраста. Не стоит ждать, чтобы двухлетний малыш слушался так же, как пятилетний. Тем самым вы требуете от ребенка зрелого поведения, хотя он на такое еще не способен. Такие действия плохо скажутся на развитии самосознания ребенка. Не говори много и не морализируй. Каждый день ребенок слышит от вас тысячи слов. Если вы все время будете многословны в угрозах, на смешках, ворчании, то ребенок просто будет пропускать ваши слова мимо ушей. Ребенок попросту отключается. Как следствие ребенок испытывает частые чувства вины. Тем самым развивается отрицательная самооценка. Поэтому говорите четко и по делу. Не лишая ребенка права быть ребенком. Только представьте, вы, педагогический гений и у вас ребенок образцовый. Делает все, что говорят ему взрослые. Он аккуратный, вежливый, никогда не обманывает. Все делает старательно. Не похож ли ребенок на маленького взрослого? По мнению психологов, образцовый ребенок несчастный. Он спрятал свой внутренний мир под оболочку. Хотя на самом деле у него там серьезные проблемы. Не унижай. Запомни, ребенок считает, что если все не сделано, значит сделано недостаточно. Сумей полюбить чужого ребенка. Не делай другим то, чего себе и своему ребенку не желаешь. Полюби своего ребенка таким, какой он есть. Неудачливым, не талантливым, взрослым. Радуй сообщению с ним. Потому что пока ребенок рядом, это праздник. Итак, подведем итог. Не жди, что ребенок был таким же, как ты, или таким, как хочешь ты. Лучше помоги ему стать собой. Не вымещай свои обиды на ребенка. Иначе он будет вам делать назло. Не стоит требовать от ребенка платы, за твои старания. Если ты дал жизнь ребенку, как же он может тебя за это отблагодарить? Он сможет дать жизнь другому. Таков необратимый закон благодарности. Ребенок не совсем твой. Он Божий. Не стоит относиться свысока к проблемам ребенка. Не нужно мучить себя, если чего-то не можешь сделать для ребенка. Стоит мучить, если можешь делать и не делаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова